Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, говорим о главных событиях и людях, которые создают эти события в городском округе Люберцы. Сегодня рад представить вашему вниманию директора инженерно-технологического лица городского округа Люберца Александра Игнатьева. Здравствуйте, Александр Александрович! Здравствуйте! Ну, вообще, слово «инженер» на каком-то этапе нашей с вами, кстати, жизни стало непопулярным. В 90-е годы все хотели быть экономистами, юристами, ну, врачом всегда, и то не все специальности, да. Тем не менее, инженер как-то ушел на второй план. Хотя я, например, по первой профессии тоже инженер, но вот видите, как жизнь сложилась. Правильно ли я понимаю, что сейчас слово «инженер» возвращает себе былые позиции? Да, действительно. Сейчас у нас в стране произошли достаточно серьезные изменения и в части развития страны, развития промышленности, предприятий. Предприятия возрождаются, они набирают активные обороты, и им, безусловно, требуются кадры. А как раз-таки вот все правильно, что в 90-е годы был спад, и действительно мы выпустили очень много экономистов, менеджеров, юристов, но профессии технического профиля… Ушли на второй план. Да, ушли на второй план, подготовки не было. И сейчас получается, что запрос у предприятий колоссальный, кадры необходимы, а, собственно, база, которая бы готовила и позволяла, она только-только начинает наращиваться. Соответственно, вот мы и открыли инженерно-технологический лицей в той связке, чтобы в дальнейшем готовить специалистов уже на поступление либо в техникум и получение рабочей профессии, специальности, или дальше, заканчивая 10-11 класс, по профильным уже предметам поступать в профильные университеты, которые будут готовить именно специалистов в технических профессиях, в инженерных профессиях. Ну и тут сразу возникает вопрос, напомню нашим телезрителям, что это самое такое первое образование, фактически еще среднее, полуначально-полусреднее лице, я имею в виду такой этап. И уже там человек, а может быть и семья, все вместе определяются, что да, ребенок хочет быть инженером, инженером-технологом, неважно, там уже направления будут конкретно выбраны. Затем получается следующая ступенька, либо техникум, либо, например, он поступает уже в техническое высшее учебное заведение. Скажите, сегодня человек, который принял такое решение, не гуманитарий, не экономист, не юрист, вот насколько легко поступить в ВУЗ с помощью вашего лицея, потому что там же закладывается этот возможный будущий успех, и сколько нужно набирать, какова конкуренция, скажем, при поступлении? Мы сейчас выстроили систему именно обучения в лицее таким образом, что детей мы смотрим еще с детского сада. Сейчас в подготовительных группах, это детский сад номер 16, самолетик, мы уже отбираем заинтересованных, одаренных детей, с которыми ведем работу, это подготовка к школе, и на базе школы организовано уже 4 такие группы по 20 человек, которые у нас будут будущими первоклассниками. Мы начинаем с ними уже взаимодействовать, работать, готовить их для поступления в первый класс. То есть они что, конструкторы собирают там? У них 4 дисциплины ведется. Какие? Это математика, русский язык и чтение. Они начинают уже изучать азбуку, да, и начинают читать. И технология, предмет, который в начале конструирования идет, да, как раз с помощью наборов конструкторов дети моделируют различные задания, описывают их, развиваются. Я вспомнил свой первый железный конструктор, вот где-то на этапе там детского сада и первого класса. Ну и сейчас железный конструктор тоже входит в моду. Да, они возвращаются. Вот, есть конструкторы, скажем так, известных фирм, которые, да, каждый ребенок мечтает, чтобы он был, тем более, что они действительно в этом направлении тоже уходят, и можно сконструировать все, что угодно. Скажите, а зачем вам это нужно начинать именно в детском саду? И откуда средства, я так понимаю, вы же вкладываете какие-то туда деньги, чтобы как-то этими детьми заниматься? Занятия у нас платные. Для подготовительных групп родители опачивают их самостоятельно. Важно для нас, как для школы, раскрывать потенциал каждого ребенка. При том, что ребенок может быть одаренный, с ним нужно отдельно работать. Ребенок может быть с низкой познавательной активностью, с ним тоже нужно отдельно работать. И поэтому наша задача именно как лицея, и вот за те 11 лет, которые у нас ребенок будет учиться, каждому ребенку найти, во-первых, подход, а во-вторых, сделать каждого ребенка успешным. Причем успешный он будет для родителей, родителей по факту наши заказчики, да, и для общества каждый сам по своим критериям, да. Ну, вот тут очень такой важный момент, потому что, ну, я вот сейчас представляю себя, пытаюсь представить, в детском саду, есть папа с мамой. Да, есть такие родители, которые, на мой взгляд, кстати, и это неправильно, они сами себе придумывают, кем будет их ребенок. И могут даже, ну, человеку жизнь будущим испортить, потому что они идут в этом направлении, он как-то сопротивляется, но они этого не слышат. Бывают совпадения, да, что родители, или родители сами подходят к кому, понимают, что вот наш там мальчик или наша девочка, вот, наверное, вот она будет этим заниматься, или он будет этим заниматься. Как распознать, что действительно он хочет стать инженером? Вот вы это можете понять, на каком? То есть, если он, например, не хочет заниматься этим конструктором, но он, например, замечательно там читает, учит стихи, ему нравится играть в театре, или рисует, да, пишет что-нибудь уже, научившись азбуке. Тут нужно четко понимать, что инженерно-технологический лицей – это не только школа, которая готовит к поступлению в технические вузы, это школа, которая раскрывает таланты у детей, в первую очередь. И разносторонний подход к детям, к родителям, к ситуациям, в которых они находятся, он и позволяет выявлять сильные стороны у детей. Таким образом, никто не говорит, что все после инженерно-технологического лица должны стать именно там инженерами, разработчиками, программистами, айтишниками. Нет. Это могут быть и врачи, это могут быть и деятели искусства. Просто подготовка изначально более сильная и более углубленная по ряду предметов, чем в общеобразовательной школе. Но программа, заложенная изначально, базовая программа, она общеобразовательна, как в любой школе, просто выделены определенные предметы, которых нету дополнительно. Такие предметы, как черчение, которое ведется у нас в восьмых-девятых классах, компьютерная графика, робототехника, дизайн-моделирование. Потом, значит... Кстати, робототехника когда-то была космической профессией, давным-давно в Советском Союзе так называлось направление робототехника. Оно было закрытым таким. И сейчас дети с пятого класса уже изучают. Ну это да, сейчас дети знают больше, чем мы с вами иногда в этом направлении. Черчение тоже вещь такая интересная, надеюсь, не начертательная геометрия, это уже высшее учебное заведение. Хорошо, вот существует лицей. Во второй части мы поговорим, потому что я знаю, что у вас интересное соглашение заключено, да, вот об этом чуть попозже. А пока расскажите, пожалуйста, кто приходит к вам, и как вот действительно можно доказать, что желание попробовать, по крайней мере, себя в этом направлении, вот в этих расширенных предметных версиях. Что это за дети, сколько к вам приходят, как попадать в ваши лица, и сколько стоит, может быть, обучение? Обучение у нас абсолютно бесплатно, поскольку мы государственная образовательная организация. И сейчас у нас в лицее учатся 850 детей. Это лицей, который рассчитан на 1100 человек. Мы находимся в новом районе, в жилом комплексе «Самолет». У нас достаточно большая застройка ведется, поэтому мы в следующем году примем и наберем как раз-таки уже проектную мощность. И тут любой желающий ребенок, любой родитель может привезти своего ребенка с 1 февраля, уже подать заявление на поступление в первый класс. Это для детей, проживающих на территории жилого комплекса. И с 1 июля уже все желающие, не только по прописке, но и из других субъектов с временными регистрациями, также могут к нам записываться уже на обучение. Вот какие вот, давайте мы перечислим предметы, которые отличаются, как они называются? Значит, у нас введен курс черчения. У нас есть дополнительно компьютерная графика, основы журналистики в 7 и 8 классах, основы предпринимательства в 10, в 11 и в 9 основы интернет-предпринимательства. Это те предметы, которые идут в рамках внеурочной деятельности. Плюс ряд предметов изучаются на углубленной основе. И сейчас, как раз-таки при взаимодействии с университетами, мы получили ресурс, который позволяет нам привлекать педагогов в вузов для проведения уже непосредственно углубленных предметов для дальнейшего успешного поступления детей в институты. Ну, мы поговорим именно о педагогах, как вам удалось такое соглашение заключить во второй части программы, а пока я хочу вернуться к детям. Ведь самый лучший показатель, когда дети уходят, да? Там классный журнал, кто отсутствует, вот, кто заболел, приболел, еще какие-то варианты. Вот вы как-то это мониторите, какие-то отзывы собираете, что родители пишут, проводятся ли какие-то родительские собрания, совещания, я не знаю, как это сейчас правильно назвать, педсовет опять же. Здесь у нас различные формы взаимодействия с родителями. Ну, во-первых, это наш сайт, на котором есть вся нужная информация, он полностью насыщен, открыт, и здесь мы постоянно его обновляем. Социальные сети, где родители могут посмотреть за мероприятиями, фотографии взять, да, написать какие-то отзывы, комментарии свои. Мы постоянно проводим аналитику по разным системам, именно на которых родители оставляют отзывы о работе лицея. Есть положительные отзывы, есть отрицательные отзывы. Отрицательные отзывы – это тоже результат нашей деятельности, который мы анализируем. И стараемся сделать так, чтобы повысить и качество предоставления образовательных услуг, и с точки зрения предугадать потребности родителей для того, чтобы воплощать эти идеи и совместно с ними регулировать именно образовательные отношения. Поскольку все-таки школы – это не директор и дети, да, это целый огромный организм, который включает в себя учителей, учеников, родителей, администрацию, администрацию лицея и также государство. Поскольку все стороны полностью заинтересованы. Государство заинтересовано, чтобы экономика развивалась, предприятие заинтересовано, чтобы высококвалифицированные кадры приходили, вузы заинтересованы в одаренных детях и так далее. Родители заинтересованы, чтобы дети стали успешными. А сколько уже существует лицей? Лицей открылся у нас в этом году, 1 сентября. То есть первый набор был, да? Первый набор, да. Следующий 1 сентябрь будет второй набор. Где искали преподавателей? Как завлекали, привлекали? Потому что одно дело – красивое, правильное название, но все равно человеческий фактор никто не отменял. Совершенно верно. Поиск педагогов мы начали еще с мая месяца. Провели более 300 собеседований, которые сначала давались достаточно сложно. Очень много молодых педагогов приходит, которые только-только закончили университеты. Очень много приглашали из регионов педагогов, которые переехали к нам сюда жить. У нас есть в городском округе меры поддержки. Это предоставление жилья педагогам, это областные программы по социальной ипотеке для педагогов. Вот здесь вот как раз-таки мы, пользуясь этими мерами поддержки, привлекали к нам именно высококвалифицированных педагогов. Но также и молодые специалисты работают, у которых есть наставники. Их они ежедневно сопровождают, совершенствуют свой опыт. И я хочу сказать, что достаточно сильную подготовку уже спустя первую половину триместра мы можем ощутить уже по контрольным работам и срезам, которые проводятся. Отлично. Мы проложим наш разговор. Напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Игнатьев, директор инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы. И вот о необычном соглашении, которое было совсем недавно, я так понимаю, подписано, мы поговорим совсем скоро. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня говорим об образовании. У нас в гостях Александр Игнатьев, директор инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы. И вот теперь пришло время, мы обсудили, собственно говоря, что лицей недавно начал свою работу, поиск педагогического состава, работа с детьми, начиная с детского сада, родители. Это краткое содержание первой серии. Давайте сейчас поговорим о соглашении. Как вам удалось преподавателю уже высших учебных заведений заманить к себе? Как это происходило? Буквально на днях мы подписали соглашение с Российским государственным георазведочным университетом имени Сергея Родженикидзе на создание и присвоение нам статуса базовой школы, сокращенном ГРИ, прошлого названия, которым пользуется аббревиатура университет. Статус базовой школы позволяет нам получить ряд преференций со стороны ВУЗа. Мы становимся их площадкой в части открытия базовых классов в старшей школе, это 10-11 классы, куда будет вестись отбор детей, это уже со вступительными экзаменами. И профильные предметы в этих классах будут преподавать уже педагоги университета с целью дальнейшей успешной сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ на бюджетные места. При этом в рамках нашего тесного сотрудничества с университетом также нам ВУЗ дает преференции по скидкам на обучение на платных специальностях, которые будут в дальнейшем те, кто не поступит на бюджет, дети использовать, и проведение совместных мероприятий. Это предметные сборы, которые в ноябре месяце у нас пройдут для учащихся 8-9-10 классов, выездные предметные сборы с педагогами университета, когда дети на 14 дней будут уезжать в санаторий, там в детский санаторий в городе Жуковский, там проживать, и там же будут педагоги ВУЗа с ними работать в такой форме оздоровления, при этом в форме и обучения детей. В марте месяце у нас планируется выезд на базы в Крыму, университетские базы по раскопкам археологические станции, которые позволят детям окунуться в мир профессии в рамках ранней профориентации детей. Недалеко от Симферополя, да, и там смогут дети почувствовать себя в роли геологов, в роли экологов, провести разные опыты, понять смысл данных профессий и определиться с тем, что интересно было бы развиваться в этой сфере или нет. Кроме этого, мы совместно с университетом и Центром молодежного инновационного творчества Техношколы, который находится у нас на территории городского округа Люберца, реализуем проект по профессиональному обучению детей в 8 и 9 классах. То есть по окончании 9 класса дети, которые обучаются в лицее, получают не только аттестат, но и также свидетельство о профессиональном обучении, то есть уже профессию. Это профессия начального образования. Ну, это похоже, что-то было в Советском Союзе, так, УПК у нас назвалось, вспомнилось. Совершенно верно, это производственное обучение. Я был слесарем КПА, кстати, тоже помню, представляешь? Вот, здесь мы работаем в связке с Люберецким техникум, с компанией Вертолета России, потому что готовим по двум приоритетным специальностям. Это слесарь-сборщик летательных аппаратов и оператор по управлению беспилотных летательных аппаратов. Дети дальше могут идти и развиваться уже на предприятии и поступать на целевое обучение. Вы знаете, Александр, звучит все замечательно, но опять вопрос элементарный. А где деньги на такие замечательные проекты? Санаторий, Крым, поехать. У меня сразу стоимость билетов, проживание, питание, медицинская помощь. Кто вам помогает-то в этом всем? Мы участвуем в разных государственных программах и часть средств получаем бюджетных для реализации данных проектов. Это и субсидии муниципального образования городского округа Люберцы, это субсидии Московской области, гранты на обучение детей. Таким образом, получается, что нам предоставляют дополнительные бюджетные путевки в санаторий, где мы можем уже непосредственно проводить такого рода мероприятия. А как распределять вы будете? Наверняка будут, наверное, хорошие ученики и плохие? Мы стараемся вывозить по максимуму всех детей, чтобы все-таки... Без обид, чтобы было... Да, ну и как бы без какого-то явного отбора для того, чтобы каждый ребенок, опять же, мог почувствовать. Вот. Ну и потом мероприятий достаточно много, поэтому дети сами уже распределяются, смотрят, куда бы было бы интересно. Одни поедут. Вот сейчас у нас будет уже профориентационная экскурсия с мастер-классами на наше предприятие. Это и завод Мили, и ТНЗМ, предприятие Технопарк Лидер, где Дженни... То есть, чем больше предприятий, тем больше возможностей посотрудничать и понять. Понять, о кем я хочу стать в будущем. То есть, вот это вот очень важная задача, которую мы решаем. Вернемся к первой части, в которой мы говорили про комментарии, чтобы не получилось, что все так замечательно, потому что здесь, наверное, существуют в любом деле какие-то проблемы. Что пока не получилось или не получается, или на что не хватает, может быть, средств? Какие, что хотелось бы исправить или, наоборот, сделать в ближайшее время? Самая такая основная сейчас задача – это сформировать коллектив, поскольку школа новая, коллеги из разных субъектов, разные программы образовательные. Да, вот это такой момент, который любое образовательное учреждение должно пережить. И мы тоже этот момент сейчас переживаем. Процесс становления, он где-то от полутора до двух лет длится, поэтому я думаю, что все будет хорошо. При этом надо отметить, что коллектив действительно собрался очень сильный. А какой средний возраст преподавателей? Значит, по образовательной организации и преподавателю, и администрацию, если мы берем, 43 года, средний возраст. У нас есть молодые специалисты от 19-20 лет, которые закончили техникум и пришли к нам работать, учителя начальных классов. И есть уже серьезные педагоги, которые работают уже по 25-30 лет в сфере образования. Хорошо, ну вот вы отработаете год, потом второй, пять лет. Существует же какая-то система проверки, каких вы будете готовить специалистов? Она чуть-чуть позже, конечно, появится. Как можно будет потом проверить, что вот благодаря инженерно-технологическому лицею столько-то детей поступили на инженерные, на технологические специальности, в ВУЗы? Вы знаете, мы ежегодно ведем учет тех детей, которые обучаются у нас и продолжают обучение в ВУЗах, в техникумах, следим за этим, смотрим. У нас есть большая система аналитики по текущей успеваемости детей, по сдаче ими ОГЭ и ЕГЭ. Соответственно, мы проходим срезы как федеральные, так и региональные по предметам. И здесь мы можем регулировать и смотреть на качество обучения, на независимую оценку качества образования, которое мы предоставляем, и регулировать с точки зрения педагогов, повышение их квалификации. Сейчас же, понимаете, новая школа, она подразумевает разношерстность в детях. Одни дети по одной программе учились в Екатеринбурге, другие в Перми по совершенно другой программе. Да, пришли в пятый класс, и оказалось, что одни уже прошли эту тему, другие только в пятом классе должны были пройти эту тему. Входной контроль в этом плане, который мы проводили в начале года, очень сильно показал, что действительно уровень подготовки у детей очень разный. Одни пишут контрольную на пять, вторые, при том, что пришли с пятерками, пишут на три, потому что они этого не проходили. И наша задача сейчас как раз-таки за ближайшие полгода выровнять уровень, именно уровень знаний у детей, для того, чтобы дальше программу создавать в полном объеме. Вот вы говорите про учительский и преподавательский состав. Да, но мы же с вами понимаем, что в 90-х годах, которые мы вспоминаем, что называется, в СУИ, помимо того, что стало загибаться экономическое направление с точки зрения заводов, фабрик, инженерного корпуса, но ведь и преподаватели, во-первых, никто не хотел идти работать на эти специальности преподавателем, а те, кто работал тогда, к сожалению, просто физически их стало гораздо меньше. Вот те люди, которые будут к вам приезжать, преподавательский состав, вы как-то его отсматривали, вам как-то его рекомендовали, потому что одно дело работать со студентами, другое дело работать со школьниками. Как им рассказать о тех же инженерных каких-то специальностях? Вот это, наверное, тоже сложная проблема? Ну, в нашем случае, как раз-таки, педагогов мы искали по нужным нам критериям и рассматривали портфолио педагогов, собирали отзывы о педагогах, смотрели, как они работают или работали на прошлом месте. И таким образом, наша основная задача у каждого педагога – правильно преподнести свой предмет, уметь объяснить, разъяснить, подсказать, скоординироваться. Ну, это вы сейчас говорите про учителя, я имею в виду про педагогов, вот выше, по соглашению. Там ведь тоже те педагоги, которые потом будут учить их в высших учебных заведениях. Насколько они сумели сохранить вот эту инженерную мысль, немножечко нарушенную элементами 90-х, начала 2000-х годов? Я понял. Но здесь, понимаете, мы же изначально, когда выбирали университет к себе в партнер, то вышли на то, что… Почему именно российский государственный георазведочный университет? Потому что он, во-первых, единственный вуз в России, который занимается узким направлением георазведкой, который готовит по этому профилю и по этим специальностям детей. И дальше это вуз, который зарекомендовал себя как стабильно развивающийся, динамичный университет с хорошим рейтингом в целом. С хорошим портфолио, скажем так, да. С портфолио, отзывами, да. То есть мы получили предложение работать также базовой школой с МГТУ имени Баумана, но при этом мы понимаем, что нам удобнее было бы и правильнее использовать этот ресурс в проведении университетских суббот, где дети будут получать дополнительные образования, потому что таких, как мы, у МГТУ имени Баумана очень много. А здесь мы одна из немногих базовых школ, которая будет по максимуму получать все блага именно университета. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, ну и вот главная цель, сейчас пока у вас есть такое соглашение, появятся в будущем еще какие-то вузы, разрабатываются направления, чтобы расширить просто базу, вот куда ребенок мог бы пойти. Не все же хотят елогу разведывательными делами заниматься? Конечно. У нас получается, что поскольку мы только открыли, сейчас эта база нарабатывается, и это первый университет, с которым мы работаем, мы тесно с ним будем работать, подотворно. Но также мы сейчас рассматриваем другие университеты для того, чтобы дать детям как можно больше возможностей и права выбора, как направлений подготовки специальностей, так и базы. Поскольку в 10-11 классах сейчас в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дети делают индивидуальный проект, а это, ну, своего рода защита дипломной работы, то есть в институте, здесь в школе это можно назвать защитой аттестата, да? Ну да. Вот. То этот индивидуальный проект, они уже могут реализовываться с научными руководителями вузов, в которых они дальше планируют обучаться. Последний вопрос. Кого больше-то, мальчиков или девочек? Я бы сказал, вот тут 50 на 50. А, ну это хорошо, это хорошо. Александр Игнатьев, директор инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок, еще находясь даже в детском саду, потом находясь в школьных, скажем так, стенах, плавно, потихонечку продвигался к технологическому вузу, то поступайте в этот лицей. С вами был Николай Пимненко. Это программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин